О православных праздниках и их традициях расскажет нам про Таирей Покровской церкви города Сосновки отец Николай Ватажников. Сегодня хочется рассказать о наших церковных праздниках, которые проводятся и в церкви. Каждый день считается праздником. И это то ли праздник святым, угодникам Божьим, мученикам, тех, которые пострадали за веру Христову, которые жили верой Христовой. Вот совсем скоро будем праздновать праздник святителю Николаю Чудотворцу. Его все народы знают и молятся ему. И тем, кто просит от чистого сердца, обязательно святитель Николай помогает. В этот день во многих храмах после Божественной Литургии освящается вода, после которой окрепляется народ, чтобы еще более удовлетворенно уйти с этого праздника, с этой службы домой и быть и находиться в этом духовном состоянии. Совсем недавно у нас Православная Церковь праздновала День Святой Пасхи. Пришло много народу, которые стремились, чтобы в 12 часов сделать крестный ход вокруг храма, помолиться, опять-таки встретить распятого Иисуса Христа и быть радостным ей в том плане, что, слава Богу, сошел благодатный огонь. И опять-таки мы можем в течение года жить и радоваться тому, что вот это сошествие благодатного огня поможет нам в нашем служении Богу. Или, к примеру, вот крещение Господне. Ведь тоже все ожидают этого праздника. И на эти большие праздники приходит, конечно же, больше народу, чтобы помолиться и пополнить свою душу вот этими духовным песнопением, духовными молитвами. И ждут и ожидают, когда после Божественной Литургии начнется великое освящение воды. Вот эту водичку все с собой берут, набирают ее в домах и она хранится в доме в течение всего года. Пьют ее с молитвой, обязательно с молитвой, чтобы как можно лучше и больше воспринять духовное состояние своего, своей души. И вот таким образом, конечно же, перечислять все эти праздники, их очень много. Я еще раз повторюсь о том, что каждый день в церкви это праздник. И обязательно пусть народ, люди, прихожане приходят и молятся и как за здравие, так и за покой своих родных и близких. Значение, конечно, оно имеет великое значение в связи с тем, что вот эта благодать, получаемая от Бога, конечно, нас духовно и телесно поднимает от всякой смертоносной заразы. Спасибо. Спасибо.